Девчонки, всем привет! Сегодня я решила в отдельном видео показать вам свой заказ Фаберлик, потому что здесь было очень много новинок. Фаберлик нас очень радует новинками. Плюс вот уже пришел следующий каталог, а здесь указано, что будет еще 30 новинок. Тоже всего интересненького из декоративной косметики, и по уходу за домом, и по уходу за собой. В общем, я много чего отсюда заказала именно на подарки, но в общем сейчас вам все покажу. Давайте в этот раз я начну с косметики для дома, дом Фаберлик. И это у нас новый кондиционер-бальзам для белья. По своим свойствам я не заметила никакой разницы с предыдущими просто кондиционерами. Он точно так же хорошо смягчает. Я обожаю просто использовать кондиционеры. До того, как я познакомилась с Фаберлик, это были леноры всякие, силаны. Мне нравится, когда и вещи, и постельное белье пахнут свежестью, вот этой чистотой. Я просто обожаю вот этот аромат и порошка, и бальзамов. И вот это вот пахнет достаточно нейтрально, не остается на вещах. То есть можно использовать как для мужчин, так и для женщин, и для детей. Не навязчивый аромат, но вот в таком стиле тоже что-то цитрусовое здесь. Обожаю я вот такие штуки от Фаберлик. Постоянно заказываю абсолютно всех цветов, и это не исключение. Буду продолжать заказывать. Следующее тоже новиночку, что я вам покажу, это средство для мытья посуды с экстрактом малины. Девчонки, как же пахнет приятно малинкой. Не могу сказать, что натуральной, но каким-то вот малиновым вареньем. Просто безумно приятный аромат. Я пока что не мыла им посуду, но для мытья посуды тоже заказываю постоянно. Моя самая любимая, по-моему, зелененькая, если я не ошибаюсь, там настолько приятный, такой нежный. Вот аромат, абсолютно не сушит руки, мне нравится. Так что и бальзамы-кондиционеры, и вот такие вот для мытья посуды я очень советую вам попробовать, даже если вы не пользуетесь Фаберлик. Далее отличное средство. Я ранее пользовалась только Сану, вот такое для духовок и плит, но сейчас перешла на Фаберлик. И честно вам скажу, особой разницы я не вижу. Конечно, пахнет оно так, достаточно неприятно, но Сану тоже самое было. Это дешевле, насколько я помню. Очень хорошо справляются со всеми заявленными функциями, не первый раз заказываю. Также очень нравится моей маме, поэтому вот тоже заказываем постоянно в доме Фаберлик. Далее, это я вам все уже показала с домашней серии. Давайте покажу вот такие еще колготки заказала 20D. Постоянно заказываю, и вот все, кто покупал такие колготки, когда я прихожу в пункт выдачи продукции Фаберлик, все говорят, что колготки просто потрясающего качества. От них, вот знаете, некоторые есть, что прям чешутся все ноги, не знаю, особенно если под джинсы куда-то надеваешь их, то это вообще... Вот с Фаберлик такого нет. Так что колготки отличного качества, и не одна я об этом говорю. Я заказала 20D, как сказала, бежевого, вот такого оттенка, и мне нравится, что вот этот бежевый оттенок, он не такой слишком бледный, потому что очень много светлых оттенков, они прям бледные-бледные, я не знаю, на кого они такие делают. Супер, очень хорошие, но и нет эффекта загара тоже, вульгарного, как обычно любят надевать. Далее, что я из новинок заказала для себя, это два мыла. Ароматная земляника, сказали, что здесь изменился аромат. Вот я пришла сегодня по автозаказу, забирала, протестировала сразу его. Аромат приятный, но не натуральный земляники, хотя я от многих слышала консультантов, что говорили именно натуральный аромат земляники. Это аромат карамели земляничной. Вообще, вот эти вот мыла от Фаберлик у меня только что закончилась с малиной, вот такой со смородиной, одно из самых любимых. Ко мне даже, когда гости приходят, отмечают всегда вот эти потрясающие ароматы, говорят, как же у тебя вкусно, все мыльца пахнут, которые есть у меня. И такие в твердом виде, и вот такие вот жидкие. Все обращают на это внимание. Мне также нравится то, что мыло данное, оно абсолютно не сушит кожу рук. И сейчас, даже когда были холода, сейчас вот к нам вернулось лето, например, сегодня. Но вообще, когда было холодно, у меня не было такого вот желания прям воспользоваться кремом для рук каким-то, потому что увлажнения очень хватает от данного мыла. Советую, обязательно тоже присмотритесь, даже если не пользуетесь Фаберлик. И да, я знаю, что это звучит как реклама, но мне на самом деле нравится. Дальше, я заказала две новинки, это уже на подарки крем для рук, один защитный и другой питательный. Я слышала, что один, что другой очень быстро впитывается. Они, к сожалению, зафольгированы, так как это на подарок, я их не буду открывать. Тоже то, что я слышала от консультантов, сказали, что пахнет нейтрально абсолютно. В общем, замечательный, быстро впитывается, можно в течение дня использовать. И вот это не прям такой сильный бальзам-бальзам. Если нанести немножко, то тоже будет отлично распределяться, не оставлять никакого липкого слоя. Думаю, что отличная задумка с вот этими кремами. Далее, что я заказала опять же на подарок. Ну, это такие, как маленькие презенты, просто я передам своим родственникам. Значит, здесь ночной крем 50+, и вот такие были в подарок за бесплатно масочки. Давайте откроем, хоть посмотрим, как выглядят эти кремики из серии Этноботаника. Вот такой крем. Вот. И здесь, здесь не зафольгирован, кстати, вот сразу видим кремик. Следующее, что я заказала и мужу, и папе, это вот такая серия Цельсиус. Я вам постоянно во всех своих заказах показываю вот эти вот продукты. Они действительно очень качественные. На мой взгляд, самая лучшая серия для мужчин из Фаберлик. Вот один наборчик для папы и второй для мужа. Очень они им нравятся. Папа говорил, что кожа очень мягенькая становится. Нет абсолютно никакого раздражения, но это еще заметил мой муж. И ему нравится вот эта пена, то, что она, опять же, не вызывает никакого раздражения, то есть смягчает отлично кожу. Заказывали и будем продолжать заказывать. Отличная цена, качество. Они стоят, мне кажется, даже маловато, как для своего качества. Из новинок появились абсолютно все ароматы вот в таких 15-миллилитровых флакончиках. Они все похожи, просто отличаются вот эти вот упаковочки, да, имея в виду дизайн самих флакончиков. Сейчас вот достану один. Я вообще парфюмерию в Фаберлик практически не заказывала. По-моему, вообще никогда не заказывала, если только кому-то на подарок. Кокет. Первый аромат, он действительно такой кокетливый, но напоминает мне какой-то ретро-аромат. Не знаю почему, но такой вот приятный. Я думаю, что и для девушки 20-летней, и для 30-ти лет, и туда дальше, на любителя. Ну, такой хороший аромат, вы знаете, приятный. Следующий аромат это Шершеля Фам. И, опять же, точно такой же флакончик. Пахнет, это уже вот аромат, мне кажется, больше за 35 туда вот. Но тоже такой вот приятненький. Я не знаю, я не умею описывать ароматы, просто я скажу вот то, что этот более сладкий. Если вот в этом есть нотки свежести, то в этом он уже более сладкий, такой более терпкий, я бы сказала. А вот это, по-моему, один из таких новых самых ароматов. И отличается он по цвету, вот такой он желтенький, а эти белые. Ну, точно такая же упаковка. И, по-моему, это один из самых дорогих ароматов Аберлин. Вот этот аромат очень сладкий. Он мне напоминает какой-то аромат, но я не могу понять, с чем вот он похож, с люксовой какой-то парфюмерии. Он на любителя. Вот я бы его лично, наверное, не носила, потому что, опять же, он туда за 30. Эти ароматы я заказала тоже на такие небольшие презентики для моих родственников. И надеюсь, что им понравится. Далее из новинок я заказала также туши. В придачу вот этим вот ароматом я заказала новую тушь. Я сама эту тушь не тестировала, потому что она слышана, она дает такой вот натуральный эффект на ресницы. Для тех, кому я ее заказала, надеюсь, что понравится. И мне нравится дизайн, такой очень элегантный. Здесь удобная щеточка. Я вставлю, наверное, картинку с сайта Фаберлик. Так что, кто любит эффект натуральных ресниц, можете присмотреться. Но, опять же, сама я не тестировала. Далее покажу вам вот такое средство от Сингара, о котором я наслышана. Это каминный зал. Мне нравится очень средство без запаха. И мне нравится Монарда. Вот этот аромат мне не понравился. Многие говорили, что он не навязчивый. На мой взгляд, наоборот, он самый навязчивый. Здесь действительно аромат камина. Вот, да, идет такое, то есть что-то древесное. Мне он пока что не нравится в теплую погоду. Я оставлю его больше туда, вот ближе к зиме. Думаю, тогда еще раз воспользуюсь. Ну, а пока что закажу свою любимую Монарду, которая замечательно очищает и воздух. И мне отлично помогает бороться с аллергией. То есть и пыль потом не так сильно оседает. В общем-то, вот это меня не впечатлило. И последнее, что я вам покажу, такая интересная новинка, это блеск для губ в цвете какао. Вообще вот эти блески, они очень тоненькие, прям тонюсенькие-тонюсенькие. Посмотрите, какая прелесть. Мне понравилась упаковка. Очень легенький блеск для губ. Я только пришла вот с пункта выдачи Фаберлик, когда забирала несколько продуктов, в том числе вот мыло и вот этот вот блеск, и сразу же намазала на губы. На губах он не смотрится вот таким ярко-кофейным, да, каким-то какао-оттенком. Он более полупрозрачным смотрится. У него приятный аромат. Забыла, наверное, показать спонжик. Он обычный. В общем-то, задумка мне понравилась. Там есть как перламутровые оттенки, так и глянцевые, то есть эффект влажных губ, как я люблю. Вот конкретно этот оттенок какао. Буду им обязательно пользоваться. Если он не скатается в белую полосочку, то закажу себе все остальные оттенки из этой серии, потому что он очень приятный. Такой мне нравится дизайн, красивый. Вот такой у меня был заказ от Фаберлик. Продолжаю пользоваться этой косметикой, продолжаю тестировать новинки. Мне очень нравится, что здесь часто появляются новинки, так как я человек не такой неконсервативный. То есть я не люблю одним и тем же средством пользоваться постоянно. Я все время всю свою косметику меняю. Как-то стараюсь что-то новое найти. Но, наверное, поэтому я и стала, в принципе, бьюти-блогером. Вот здесь, опять же, в этом новом 15 каталоге много новинок. 30 новинок, в том числе появляется и одежда, да, здесь и колготки есть, и вот эта вот серия зима многими любимая. Вообще очень много новинок Фаберлик ожидается, я так поняла. Обязательно напишите мне комментарий, если вы пользовались вот этой вот Volume Art тушью. И также, если вы пользовались вот этими блесками, пусть и другие почитают отзывы, если вам понравилось, не понравилось. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok